Добрый вечер! Брест торжественно сложил с себя полномочия культурной столицы Беларуси 2015. В областном центре прошел галоконцерт, посвященный завершению масштабно-республиканской акции. В городе над Богом состоялась церемония закрытия целого цикла мероприятий, инициированных и проведенных в рамках молодежных 365 дней. Год молодежи завершился. Да здравствует Новый год! Год культуры! Война не закончена, пока не похоронен последний погибший на ней солдат. В цитадели Брестская крепость Герой предали земле останки 16 солдат Красной Армии, погибших при обороне Бреста. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Брест торжественно сложил с себя полномочия культурной столицы Беларуси. Для многих брещан и гостей города 2015-й стал годом просвещения и формирования своей личной культуры в делах, отношении к людям, поведении и других вещах. При этом каждый неоднократно спрашивал себя, а что такое культура. Более точного определения, которое озвучил председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук во время галоконцерта, посвященного завершению масштабной республиканской акции «Культурная столица Беларуси-2015», найти нельзя. В его понимании культура – это чистота помыслов, отношений между людьми и стремлений. И с этим невозможно не согласиться. Творческие форумы, фестивали и проекты, первый за историю города карнавал и встречи с людьми с мировым именем. Пестрый калейдоскоп культурных событий доказал – Брест достойно выполнил свою миссию. О людях, влюбленных в Брест и о том, какой город в следующем году станет культурной столицей Беларуси, узнаете из первого материала выпуска. Виктория Драгобецкая продолжит тему. Галоконцерт в честь завершения масштабной акции «Брест. Культурная столица Беларуси-2015» без преувеличения стала сосредоточением творческой элиты нашего города. Музыканты-исполнители, хореографы, театралы, художники и реконструкторы, журналисты и авторы различных культурных проектов. Для них 2015-й стал знаковым, стал годом, в котором они смогли себе и многим доказать и показать, каким может быть Брест. Богатым на события и идеи, креативным и свободным, быть настоящей культурной столицей. В этом году у нас очень много новых проектов культурно-массовых, такие как «Можный четверг», «Музыкальная пятница», «Музей компании» и так далее. И впервые провели очень много интересных выставочных проектов. Это и Стелецкий, и собрание «Белгоспромбанка», это международные триенали, тоже очень значимый проект в этом году. И так далее, и так далее. Совершенно новые формы общения и с посетителями, и с теми, кто предлагает свои экспонаты для музея. Мы принимали активное участие в том, чтобы мы, во-первых, победили, чтобы Брест стал культурной столицей Беларуси. Конечно, в информационном плане помогали. В интернет-сети, в глобальной сети были созданы страницы, которые так и назывались «Брест – культурная столица Беларуси». Наша цель была показать культуру Бреста во всем глобальном мировом информационном пространстве. И у нас это получилось. Гала-концерт стала своего рода ретроспективой, проделанной за год огромной работы. А вспомнить действительно было что. Январские музыкальные вечера с уникальным составом звездных исполнителей. Юбилейный театральный фестиваль «Белая вежа», который собрал на одних подмостках лучшие спектакли за всю историю форума. Историческая реконструкция первого дня войны с почетным гостем, патриархом московским и всеаруси Кириллом. День города с его первым карнавалом и фестивалем уличных театров. Также невозможно не вспомнить и о таких уникальных проектах, как «Поэтический троллейбус», музыкальный салон в областной филармонии «Бартфорум имени Высоцкого» и арт-проект «Расписной город». Конкурс пианистов, посвященный столетию Рихтера и встречу с польским кинорежиссером Ежи Гофманом. К слову, авторами многих инициатив выступили сами брещане, которые с энтузиазмом приняли культурный вызов. Во время проведения вот этой акции в течение года мы заложили в городе новые традиции. Мы заложили в городе те мероприятия, которые даже не планировали. У нас многое получилось, многое стоит на перспективе, поэтому я очень рад, что итогом вот этого года явилось множество задумок, которые будут реализованы в последующем. Почетный статус культурной столицы Беларуси в 2016 перешел городу Молодечно. На торжественной церемонии передачи символического знака с изображением всех культурных столиц мэр города Александр Рогачук пожелал представителю Молодечно Александру Лихновцу вдохновения в творческом плане, вдохновения, которые позволят превзойти Брест. Хотя, заметил градоначальник, это невыполнимо. Кстати, это уже вторая попытка Молодечно получить почетный статус. В прошлом году предпочтение было отдано нашему пограничному городу. Мы являемся неофициальной культурной столицей Минской области. Увиду того, что в Минской области нету столичного города, так что мероприятий будет много, и они будут очень интересны, и мы всех приглашаем вас в город Молодечно. Уверяю вас, что мы не подведем, и мы ту планку, которая поставлена, не упадет эта планка, и я думаю, еще привнесет Молодечно что-то и выше, и лучше. Завершающим аккордом гала-концерта стала торжественная церемония награждения 23 номинантов дипломами и памятными знаками Брест – культурная столица Беларуси. В их числе руководители и работники различных городских учреждений – журналисты, музыканты, художники, меценаты. Словом, все те, кто принял участие в формировании Бреста культурного. Несмотря на то, что в этом году город передал почетный статус, творческая жизнь и воплощение идей на его улицах, в учреждениях, а главное, в умах горожан, не закончится. И не только потому, что 2016-й объявлен Годом культуры. Я уверен, что город Брест всегда будет, пусть неформальной, но культурной столицей. Потому что есть вы, культурная элита нашего города, есть такие замечательные люди, которые сейчас поднимаются на сцену. И есть наше общее понимание, что только таким путем, имея чистые умыслы, имея таких талантов, как брестчане, наш город будет развиваться и двигаться вперед. Спасибо. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. И еще об одном значимом событии. 2015 год, который в настоящее время перелистывает немногочисленные оставшиеся листы своего календаря, был знаковым и значимым не только для центра Брестского региона, города над Богом. Хотя, безусловно, звание культурной столицы – одно из самых ответственных и обязывающих к активным действиям и переменам. Но стоит отметить и то, что уходящий год внес существенные коррективы в жизнь подрастающего поколения всей области, так как, по сути, являлся именно им посвященным. Накануне в Бресте состоялась церемония закрытия целого цикла мероприятий, инициированных и проведенных в рамках молодежных 365 дней. Побывала на торжестве и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Стропко. 2015-й был объявлен президентом нашей страны Александром Лукашенко Годом молодежи за несколько месяцев до его календарного наступления. И, кажется, в работу подрастающее поколение включилось именно в этот самый момент. А как иначе, если не оперативностью и слаженностью можно объяснить, то количество разноплановых и креативных мероприятий, сердцем которых оказалась молодежь. И это не считая направлений, которые уже не первый год собирают юноши и девушек под свои знамена. К примеру, третий трудовой семестр, мероприятия патриотической направленности, волонтерское движение, а также охрана правопорядка. Приятно отметить, что в этом году трудоустроено более 10 тысяч молодых ребят в составе студенческих отрядов. Это более 600 студенческих отрядов различных профилей. Это строительные отряды, педагогические отряды, сервисные отряды, экологические отряды. Бречена славится самими патриотическими проектами. И мы сегодня тоже будем ребят награждать. Это и творческие проекты, и музыкальные проекты, различные мероприятия военно-патриотические, связанные, конечно, с реконструкцией событий в Брестской крепости, которая десятки тысяч людей собирает и стала брендовым мероприятием у нас здесь на Брещене. Несомненно, это наше волонтерское движение «Доброе сердце». Уже более двух тысяч ребят объединяет это направление, и с каждым годом растет количество участников. На торжественном мероприятии, посвященном закрытию Года молодежи, слова признательности и благодарности были высказаны тем, кто на протяжении всего года принимал активное участие в генерировании и воплощении в жизнь молодежных инициатив. Дипломы, благодарности и ценные подарки получили самые целеустремленные, креативные и патриотичные жители Брещены. Особое внимание было приковано, безусловно, к вручению наград за успешные разработки в рамках проекта «100 идей для Беларуси», который уже не первый год стимулирует молодежь на поиск и разработку инновационных продуктов. Проекты все интересные. Я не нашел ни одного пустого проекта, не имеющего какого-то идеи или продолжения. Каждый из них по-своему хорош, имеет свое направление. Приятно то, что дети неравнодушны, то, что вкладывают душу, и то, что пытаются достичь какого-то результата. Есть очень интересные технические проекты, есть очень интересные проекты в плане социальном. Вот это и поддержка инвалидов, это и сама идея создания сайта для слабовидящих людей, это информационные какие-то порталы, много интересного. И очевидно, что здесь нужно будет искать разнообразные источники финансирования, начиная от бюджетных денег, средств, которые идут на поддержку малого бизнеса, благотворительные фонды, спонсорские деньги. То есть, ну, здесь нужно помочь детям начать работать практически над каждым проектом. К слову, лидеры областного отбора проекта «100 идей для Беларуси» по традиции представят Брещену на республиканском этапе. Уже не раз брестская молодежь не на словах, а на деле доказывала, что действительно держит руку на пульсе жизни и старается сделать мир вокруг совершеннее. А потому представители подрастающего поколения не только разрабатывают идеи, но и стремятся воплотить их в жизнь. Проект в основном направлен на удешевление продукции, а именно грибов вешенка. Естественно, реализации хотелось бы. Продукт достаточно, скажем так, прибыльный и полезный. Я знаю, что у нас масштабного производства на сегодняшний день в Беларуси нет. По заверениям тех, кто в праздничный день пришел на концерт, посвященный закрытию молодежной 365-дневки, все это только начало. И наблюдая за тем, с каким азартом и энергией юноши и девушки говорят о планах на будущее, можно с уверенностью утверждать, что это так и будет. И в 2016-м, который объявлен Годом культуры, юные берестейцы еще не раз проявят себя. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях и мероприятиях. На протяжении года брестские спасатели регулярно отрабатывали на практике свои профессиональные навыки. Проводили тактико-специальные учения с целью совершенствования подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации разной степени сложности. Во внимание были взяты такие объекты, как нефтебаза, железная дорога, аэропорт, крупные предприятия, учреждения образования и здравоохранения. Не один год спасатели отрабатывают мастерство на пограничных объектах. Именно такое учение состоялось на днях на базе пограничной заставы Брест имени героя Советского Союза Андрея Митрофановича Кижеватова. В ходе учебного мероприятия подразделения городского гарнизона по чрезвычайным ситуациям совместно с Брестской пограничной группой имени Держинского отрабатывали взаимодействие в решении общей задачи – ликвидации последствий возгорания. На охраняемом объекте побывала и наша съемочная группа. София Бережная расскажет подробнее. В здании казармы 11-е погранзаставы имени Кижеватова распространяется дым. Причина – условное возгорание в спальном помещении второго этажа. Дежурный по заставе своевременно сообщил о пожаре в службу МЧС и дежурному погрангруппы. На момент происшествия в здании находилось 15 военнослужащих, пятеро из них – в горящей комнате. К приезду спасателей создалось плотное задымление. Условный огонь стал создавать угрозу распространения в соседние помещения. Своевременно прибывшие сотрудники МЧС проникли в здание для обнаружения пострадавших, провели пожарные рукава, осуществили подачу воды. В ходе эвакуации выяснилось, что двум военнослужащим необходима скорая медицинская помощь. Такой, на первый взгляд, сложный сценарий учений. Не в новинку сотрудникам подразделений Брестского гарнизона МЧС. Они в очередной раз доказали, что хорошо знают свое дело. Грамотность и слаженность действий в решении поставленной задачи продемонстрировали и пограничники. У нас тесно налажено сотрудничество с подразделениями Брестского гарнизона МЧС, особенно в рамках взаимодействия по ликвидации чрезвычайной ситуации. В этой связи ежегодно проводятся тактики специальные занятия по отработке различных водных ситуаций на объектах пограничной группы. Основная цель таких занятий направлена на координацию действий подразделения МЧС и личного состава Брестской пограничной группы. Кроме того, такая тренировка способствует совершенствованию навыков у руководителя по оценке обстановки, принятию решения, выборе средств, способов и методов при управлении боевыми порядками по ликвидации чрезвычайных ситуаций на первоначальной стадии их развития. На условное место происшествия прибыли две автоцистерны, автомобиль быстрого реагирования, а также служба Брестской пограничной группы. Оперативность, точность, грамотность при решении задач сыграли решающую роль. Благодаря слаженной работе МЧСовцев совместно с нештатной пожарной командой пограничной группы импровизированное возгорание было успешно ликвидировано. Оценка по итогам спасателей операции положительная. В городе Бресте много объектов Брестской пограничной группы. Ежегодно мы тренируемся. И вот сегодняшние учения показали, что все подразделения Брестского городского отдела МЧС и Брестской пограничной группы готовы к выполнению задач по ликвидации условных пожаров и различного рода ЧС. Проведение учебных аварийно-спасательных операций на объектах Государственного пограничного комитета Республики Беларусь – опыт не одного года. План о дальнейшем сотрудничестве с целью совершенствования навыков спасателей и пограничников. Дели ликвидации чрезвычайной ситуации уже сегодня активно разрабатывается. Практика показывает – тактика специальные учения в таком формате – только благоприятствует работе структур. А это значит, что в будущем подобные взаимодействия сыграют положительную роль в предотвращении реальной опасности. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Война не закончена, пока не похоронен последний погибший на ней солдат. Крылатое выражение великого русского полководца Александра Суворова является настоящим девизом для тех, кто посвятил своей жизни увековечиванию памяти. Тех, кто считает, что ни один герой не должен быть забыт. И в нашей стране таких неравнодушных людей очень много. Несмотря на то, что самая кровопролитная война в истории, Вторая мировая, закончилась больше семи десятилетий назад, и сегодня работы по поиску погибших продолжаются. Как продолжаются и траурные церемонии, в ходе которых жертв фашизма предают земле со всеми почестями. На текущей неделе в Брестской крепости были перезахоронены останки 16 человек. Подробности в следующем материале выпуска. Останки 13 защитников и троих детей были перезахоронены под плитами некрополя на площади церемониала в Брестской крепости. Все они жертвы кровавого фашистского режима, погибшие в самом начале боевых действий в июне 1941-го. Почтить память павших военных и их семей пришли представители городской вертикали власти, руководство мемориала, ветераны войны и труда, военнослужащие и молодежь областного центра. К сожалению, война не щадила ни воинов, ни матерей, ни детей. Очень прискорбно, что в списке сегодняшних погребенных и детей командного состава, которые находились на территории Брестской крепости. К сожалению, все сегодняшние похороненные будут числиться безвестными. В настоящее время под плитами некрополя покоятся останки 1038 человек. К сожалению, большинство – безымянные герои. На данный момент удалось установить личности только 276 участников обороны Брестской крепости. Однако работа в этом направлении продолжается. Как впредь будут продолжены и поиски останков павших защитников. Полагаю, что и в следующие, и в будущие годы эта работа будет продолжена, потому что мы уверены, что еще есть места, где надо вести поисковые работы. И хотелось бы, чтобы всех, кого можно придать земле достойно, они были погребены под плиты мемориала. В рамках мероприятия по погибшим в боях за Родину была отслужена заупокойная лития. Присутствовавшие возложили цветы и венки к вечному огню. К слову, впервые перезахоронение на площади церемониалов состоялось 18 сентября 1971 года. За десятилетия, прошедшие с того дня усилиями небезразличных и неравнодушных потомков, были обнаружены и преданы земле со всеми почестями останки сотен бойцов и их семей. И тот факт, что работа эта будет продолжена, говорит о большом уважении к нашему историческому прошлому и огромном чувстве благодарности за мирное небо над головой. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном и интересном. Подготовка к главной волшебной ночи в году набирает обороты. Особенно это касается детских утренников и спектаклей. На этой неделе в эфире программы БУК-Информ вышел сюжет о генеральной репетиции премьерного спектакля «Золушка» в Брестском академическом театре драмы. Сегодня корреспонденты нашего телеканала подготовили материал о том, какое представление для своих юных зрителей организовали и в Брестском театре кукол. С подробностями Виктория Дрогобецкая. Все привыкли к мысли, что Новый год и Рождество – это долгожданное время чудес. Эти праздники приходят к нам в гости с подарками и сюрпризами. Но режиссер новогоднего спектакля Алиса Ермак решила иначе взглянуть на эту ситуацию. На этот раз чудеса будут происходить с самим Дедом Морозом, который столкнется с очередными невероятными проделками Бабы Яги и ее компании. Более того, на помощь ему придет северный друг Йолу Пуки, финский Санта-Клаус, который вернет детям, украденные лесными злодеями, Новый год. Деда Мороза превращают в игрушку, в очередной раз Яга со своей компанией. И вот на протяжении спектакля мы попытаемся его вместе с Негурочкой вернуть, расколдовать, вернуть детям праздник. Дети участвуют в непосредственно? Да, да, да. Это интерактивный спектакль, представление с участием детей. Судя по реакции зала, этот режиссерский прием – самая любимая часть спектакля. Кстати, кроме захватывающего сюжета, зрители ждут сказочные декорации, авторские костюмы и невероятная атмосфера праздника. Чтобы ее создать, актерская труппа репетировала не одну неделю. Наша съемочная группа решила узнать, что чувствуют главные персонажи спектакля, примеряя на себя образы новогодних волшебников. Когда одеваешь, особенно когда одеваешь костюм, бороду, сразу как-то чувствуешь себя уже, как говорится, вроде бы не в своей, как говорится, не в своей шкуре. Ну, в полном смысле слова. Ну, естественно, надо немножко, так сказать. Чувствуете себя волшебником? Ну да, конечно. Хотелось бы чувствовать волшебником и стараюсь это делать, чтобы понравилось и детям, и взрослым. Я обожаю эту роль, потому что до этого мне, до работы в театре, не приходилось быть снегурочкой. В гимназии я всегда играла в облегу. Ну, так получилось, что просто я веселый такой человек, подвижный, может быть, поэтому мне как-то доставалась эта роль. А уже непосредственно в театре, наверное, мой облик похож на такой снегуристый, романтичный или лиричный, я бы сказала. Новогодняя премьера «Необычное путешествие Деда Мороза» в Брестском театре кукол стартует 20 декабря. По задумке, действо начнется на сцене, а затем плавно перейдет в холл. Традиционно, после спектакля, зрители станут участниками праздничной программы. Игры, конкурсы, хороводы вокруг елки и, конечно, подарки. Поэтому айда за билетами на настоящую сказку. Приближается Новый год. Пора, когда каждый из нас, независимо от возраста, ждет пусть и маленького, но чуда. Радостная встреча с друзьями, веселых праздничных мероприятий и, конечно же, подарков. Как никто другой, сказку в это время ждут особенные ребята. И сказка к ним приходит. Добрые новогодние и рождественские персонажи на целый вечер стали верными спутниками этим радушным, непосредственным ребятам, которым выпала честь первыми посмотреть большое представление, организованное в областном центре молодежного творчества. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. С каждым днем календарь 2015 года становится все тоньше и тоньше. Приближается Новый 2016. Атмосфера праздника ощущается все сильнее и сильнее. Времена меняются, однако главным символом новогодних и рождественских торжеств является красавица-елка, появление которой символизирует начало отсчета нового времени для новых совершений. Для двух сотен особенных мальчишек и девчонок точка отсчета последних дней календаря уже началась. В областном центре их собрало традиционное мероприятие в рамках республиканской акции «Наши дети». Мероприятие подготовлено двумя нашими областными центрами. Это центром молодежного творчества и областным центром коррекционно-воззывающего обучения и реабилитации. Мероприятие, с одной стороны, традиционное, но с другой стороны, каждый раз мы пытаемся сделать для детей что-то интересное. Мы приглашаем сюда и детей здоровых, и приглашаем родителей. В общем-то, это, ну скажем так, это акт милосердия. Это чтобы людям показать, что дети для нас все являются богатством нашей страны, независимо от того, как они себя чувствуют, какое им состояние здоровья. Очень рады, что проводятся для наших деток такие мероприятия, что про нас не забывают, потому что положительные эмоции очень важны для наших детей. Перед началом праздничного представления организаторы мероприятия подвели итоги конкурса творческих работ особенных ребят. Из большого количества произведений детского творчества только 30 получили почетное право быть представленными на вернисаже. Авторы лучших работ были удостоены памятных подарков и сувениров. В этом году в большое число партнеров мероприятия включились и учреждения профтехобразования. Подарочки развивающего уровня, мягкие игрушки и лего для того, чтобы детки наши развивались. Эта выставка у нас в этом году проходит уже десятый раз. И, как правило, ребята, которые приезжают на елку, они же являются и победителями районных этапов этого конкурса. В этом году выставка носит не совсем обычное название «Хрустальные сердца». И, в общем-то, не потому что хрусталь легко бьется, а потому что дети с особенностями психофизического развития, они, как изделие из хрусталя, требуют внимания, заботы, защиты. Необычное представление со сказочными героями, музыкальными и театральными номерами пришлось по душе не только детям, но и взрослым. На сцене развернулась в буквальном смысле борьба за право считаться главным на новогоднем празднике. Но, как всегда, добро побеждает зло. И это не только принцип сказки, это тенденция жизни. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте «Бук-ТВ.Бай». Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании «Бук-ТВ.Бай». Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 20 декабря Брещино останется под влиянием атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, перемещающихся с Атлантики. Сохранится сырая и теплая погода. Осадков в воскресный день синоптики не прогнозируют. Ночью по области слабый туман. Ветер переменных направлений. Западный ночью, днем юго-западный умеренный. Будет тепло ночью в пределах 6-8 градусов до 9 со знаком плюс дневная температура. Мало что изменится и в начале рабочей недели. 21 декабря будет сыро и тепло, но без осадков. Лишь в ночные и утренние часы слабый туман. Синоптики отмечают небольшое похолодание. 4 градуса со знаком плюс ночью до плюс 7 прогреется воздух в дневные часы. Ветер западного направления умеренный. Атмосферное давление существенных изменений не претерпит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова